Здравствуйте, я Екатерина Терехова и мои коллеги готовы рассказать вам о новостях четверга. Рязанская область представила свои наработки цифровой трансформации и реформирования госуправления. Наш регион стал пилотным, где стартовала конференция приоритета регионов. Работу приехал оценить заместитель полномочного представителя президента ФЦФО Мурат Зязиков. Важный старт большой работы. Так обозначил основную цель конференции заместитель министра экономического развития страны Савва Шипов. Тема его выступления – трансформация государственного управления. Происходить изменения, по мнению чиновника, должны быстро, но не резко, а поступательно. В первую очередь он говорил о развитии госуслуг. Если в 2012 году среднее время в очереди за госуслугой было 55 минут, теперь не более 19. Эту статистику удалось улучшить с помощью создания многофункциональных центров. Там ждать сейчас приходится всего 15 минут. Вывод заместитель министра экономического развития страны – услуги должны быть простыми, удобными, а в идеале незаметными. Задача, которую мы преследуем при проведении сегодняшней конференции – это дать старт нашей совместной работе с регионами по реформе государственного управления. У нас есть целый ряд приоритетных задач. Это и реформа государственных услуг, повышение качества оказания госуслуг как для граждан, так и для бизнеса. И реформа контрольно-надзорной деятельности. И, конечно, новая тема – это цифровизация, цифровое государственное управление. Мы считаем, что Рязань должна здесь подать пример, задать вот этот правильный вектор. Потому наш регион и выбрали местом проведения конференции, отметил замминистра. Для гостей из других областей наработки Рязанской представил глава региона. Говорил он, в частности, о цифровизации в трех отраслях – образовании, медицине и государственном регулировании. Представил и другой приоритетный проект – «Открытый контроль». В 2017 году в Рязанской области реализована дорожная карта по внедрению целевой модели осуществления контрольно-надзорной деятельности. В результате по семи приоритетным направлениям работа выполнена на 100%, как ее оценивали эксперты. Во-первых, снизилось количество проверок на 22%. Во-вторых, внедрён во всех наших контрольно-надзорных органах рискориентированный подход. В-третьих, введена система оценки результативности и эффективности деятельности контролёров. Обмениваясь этими и другими практиками, регионы и страна в целом быстрее могут начать процесс реформ в сфере государственного управления, считает заместитель полномочного представителя президента Мурат Зязиков. Конференция во многом будет способствовать, чтобы наши регионы были конкурентоспособны, инновационны, чтобы они создавали новые предприятия, чтобы развивался центральный федеральный округ. Это очень важно. Сегодня Рязанская область в плане социально-экономического развития делает очень много. И результаты хорошие. Если говорить даже о майских указах, вот эта линейка, она очень хорошо выполнена. Но, тем не менее, есть новые задачи. Совсем уж ближайшая задача в рамках конференции разработать программу совместной с регионами работы по обсуждаемым направлениям. По словам заместителя министра экономического развития Савы Шипова, уже к 1 июля должна быть сформирована новая повестка по цифровизации госуправления на 6 лет вперёд. Дарья Филаткина, Денис Левин, Новости, Рязань.